Привет, с вами Солнце и вы смотрите 24 выпуск рубрики «Знаменитые подростки». То ли я старею, то ли и правда теперь так много популярных ребят. Я то и дело слышала, вышло новое видео Маши Вэй. Кого? Саши Хэй? Даши Мэй? Ну и судя по тому, что вышло новое видео, это очевидно видеоблогер, тогда почему я, как обычно, не в курсе? Наверное, я просто заучилась и заработалась, но я ведь не могу как видеоблогер оставаться в неведении. Так что, как говорится, гугл в помощь, хотя в данном случае не гугл, а ютуб. К тому моменту, как я решила узнать, кто же такая Маша Вэй, на ее канале был уже целый миллион подписчиков. Да, стыдно стало, если честно, но лучше поздно, чем никогда. И я зашла на ее канал и обнаружила, что ее видео обо всем. Да, действительно, ее видео обо всем на свете. Хочешь научиться крутить красивые локоны, тогда тебе на канал Маши. Хочешь научиться хорошо краситься, тогда тебе на канал Маши. Хочешь узнать, как выглядит Маша Вэй без бровей, довольно странное желание, но в таком случае тебе тоже на канал Маши. Выбирать видео можно бесконечно, но я, как самый противный подписчик, полезла к самому первому видео, чтобы узнать, с чего же все начиналось. Всем привет, это Маша и добро пожаловать на мой канал. Раньше я снимала видео для канала Красота ТВ вместе с другом, который как раз помогал мне в съемке. Но в последнее время наши взгляды на создание видео и на развитие канала разошлись абсолютно. Когда мне пришлось отойти от съемки, меня это выбило из колеи в первое время. И только после того, как я прочитала ваши комментарии, что вы ждете меня и что хотите моего возвращения, я решила, что буду снимать видео сама. Ага, оказывается, ее канал появился не просто так, и ему предшествовала целая история. Скажу честно, я не стала копаться на просторах интернета для того, чтобы найти ее предыдущие видео с предыдущего канала. Но все-таки я рассказываю вам о Маше Вей сейчас, а не о той Маше, которая была 2 или даже 3 года назад. В основном Маша снимает видео о макияже, причем о макияже на все случаи жизни. И когда я готовила этот выпуск, я зависла на ее канале буквально на несколько часов, внимательно изучая почти каждое видео. Мне понравился формат, в котором Маша делает свои выпуски. Она их озвучивает, вставляет какие-то картинки, смешные видео, моменты, и в итоге получается довольно забавно. Так что я решила показать вам отрывки, которые мне показались самыми интересными из видео, в котором Маша рассказывала про обратную сторону своих видео. Отрывки, которые из видео, которые... Ах, лучше не сформулируешь. Ну, в общем, суть вы поняли, так что давайте посмотрим. На самом деле, я только что пришла с улицы, я гуляла с друзьями и рассказывала им, как я снимала видео, и я подумала, почему я всегда рассказываю только друзьям, как я снимаю видео, а вам, в принципе, я никогда не рассказываю, как я снимаю видео, как я это делаю, что из этого получается, что остается за кадром. Какой-то добрый подписчик в моем твиттере написал, что мне нужно откусить кусок мыла. И знаете, самое противное даже не то, что ты откусываешь мыло, а то, что оно прилипает у тебя к зубам. И чем больше ты пытаешься его смыть водой или как-нибудь отцепить пальцами, тем сильнее оно начинает мылиться и тем противнее у тебя во рту. Вы просто, вы издеваетесь, что делать? Вы искали кота весь день, ну полдня, и после этого мы решили, блин, давай хотя бы сделаем селфи с голубем. В смысле? А сейчас улетим. Никогда не пытайтесь делать селфи с голубем. Я, конечно, понимаю, что если вы нормальный человек, вы и пытаться не будете, но так, на всякий случай. Еще одно видео, о котором я хотела бы вам рассказать, привлекло меня из-за названия. А звучит оно так. Как убедить всех в том, что ты красивая. Название мне понравилось, и я предположила, что в этом видео Маша расскажет несколько правил, прислушавшись к которым, девочки начнут чувствовать себя более уверенными. Но я же совсем забыла, что Маша профессионал в макияже. Так что в этом видео она рассказала о том, как правильно сделать повседневный макияж. Хотя зачем я рассказывала вам то, что сейчас вы увидите на видео. Давайте же просто посмотрим, а потом сделаем выводы. Ох, прям как в школе. Хей! Это Мария Уэй. Нет, ну не пугайтесь. Я не только что проснулась, и я не приболяла. Хотя, я в принципе не знаю, что можно делать в такую погоду, кроме как спать и болеть. Серьезно. Все намного тривиальнее. Я просто не накрасилась. Да, не накрашенной быть ужасной. Серьезно. Это все равно, что быть голой. Нет, ну я одета. Как и все смертные, когда мы только просыпаемся, мы похожи на каких-то зомби-вампиров. Потому что у нас огромные синьки под глазами. Поэтому лично я пользуюсь вот такими штуками, чтобы мои синьки казались чуть меньше. Это вот такие штуки от Estee Lauder. Кроме скул я, конечно же, контурирую нос. Боже, чтобы он не казался такой картошкой. Все, я теперь накрашена, не накрашена. Смысл не в том, что кого-то обмануть и показаться умной. Смысл в том, что просто выглядеть свежей каждый день. Итак, делаем выводы. Повседневный макияж получился просто отличным. Но мне уж очень не понравилось, что Маша так нелестно отзывалась о своей внешности. Дорогие девочки, макияж это, конечно, здорово. Но, как мне кажется, главное позволять себе отдыхать, высыпаться, правильно кушать, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и всегда быть на позитиве. Не дураки ведь придумали, что все болезни от нервов. Как только вы перестаете улыбаться, у вас сразу появляются прыщики, синенькие под глазами. И красть это не красть, а лучше все равно не станет. Так что давайте с вами договоримся. Вы будете внимательно слушать советы Маши по макияжу. И мои советы по поводу образа жизни и настроения. Ну и на этой позитивной ноте, и я надеюсь нашей с вами договоренности, мой выпуск подходит к концу. С вами была Солнце. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям. А главное, никогда ни про каких условиях не переставайте улыбаться. И тогда вам не нужно будет накладывать на свое личико слой штукатурки. Пока-пока!